В Сургуте стартовала спартакиада работающей молодежи Кубок Корпораций. Организаторами спортивного события стал Центр специальной подготовки Сибирский Легион при поддержке Управления молодежной политики и администрации Сургута. Отмечу, состязание проходит уже в седьмой раз и состоит из десяти этапов. Первый – силовая выносливость. Там участникам предложили пробежать с промышленной цепью, собрать башню, стоя в планке, выполнить другие упражнения. Каждое из них участникам необходимо было сделать за одну минуту. Больше повторений – больше баллов. В этом году небольшие изменения в плане срока проведения. Мы ее сдвинули немножко в начало года. И вот апрель, сегодня мы стартуем, первый этап, силовой будет. Продолжим в мае, захватим немножко июнь и финалить будем в сентябре месяце. Вот немножко ее так растянули на более длительный период, опять же, чтобы и ребятам было удобно и комфортно принимать участие во всех этапах. В этом году на старт заявились 19 команд. Сборные составлены из представителей разных отраслей – газовики, нефтяники, преподаватели, воспитатели. Победителем прошлого сезона стала команда сургутского ЗСК «Общество Газпромпереработка». Они же выиграли первый этап нынешней Спартакеады. Следующее испытание для участников пройдет уже в мае. Там спортсмены будут сражаться в новой дисциплине – фиджитал-футболе. Сначала игроки посоревнуются на виртуальной арене, а после выйдут на реальное игровое поле. Каждый год пытаемся найти какой-то интересный вид направления, которое включаем в это. В этом году мы развиваем историю с фиджитом, с спортом. Будем включать дополнительные этапы, касаемо фиджитового спорта. Тоже хороший отклик, ребят, получаем на это все. У нас были гонки с собаками, у нас был хоккей в валенках, у нас был настольный хоккей, у нас было просто компьютерные игры, как один из этапов. То есть мы всегда помимо каких-то серьезных физических этапов включаем еще что-то такое интересное. Летом будет у нас соревнование на велосипедах.